Ну что ж, меня зовут Черногубов Евгений. В ближайшее время я проведу с вами в ответах на ваши вопросы по нашему уникальному, великолепному направлению GM Community. Что это за направление? Давайте я вам сначала расскажу в двух словах, пока вы готовите свои вопросы. Это уникальное направление, которое позволяет нам пользоваться сотовой связью практически бесплатно и даже на ней зарабатывать. Что же это такое? Сама программа, она состоит из, сам продукт состоит из трех составляющих. Первая – это международная сим-карта. Международная сим-карта, которую вы вставляете в обычный GSM-телефон, и с этого момента этот телефон позволяет вам экономить на международной связи. Где бы вы ни находились в мире, более 160 стран на нашей карте уже являются нашей картой покрытия, и вы можете звонить гораздо дешевле. Для того, чтобы узнать тарифы по данной международной карте, вам достаточно зайти на сайт компании, там нажать «Магазин», в магазине выбрать продукт GM Community и посмотреть его описание. И в данном описании вы увидите, что действительно можно звонить и очень, и очень дешево. И эта карта, по сути, является одним из, скажем так, лидеров мировых в плане качества услуг, в плане дешевизны тарифов. Теперь следующее, что входит в продукт GM Community – это SoftSIM. SoftSIM – это программная сим-карта. Это то, что устанавливается на ваш телефон-коммуникатор. То есть здесь уже эта программа работает на телефонах, ну уже запущена на телефонах Android, с системой Android. Впоследствии она будет работать и на телефонах Apple, и на телефонах с Windows. Но сейчас работает уже на Android, и вы можете пользоваться всеми преимуществами данной программы. Что же это за программа? Это программа, которая помогает вам экономить, еще больше экономить, чем просто на международной связи. Дело в том, что эта программа, если вы подключены через, допустим, Wi-Fi к интернет, то она вам предложит совершить вообще бесплатный звонок. То есть если на другом конце провода находится человек, у которого установлена точно такая же программа, где бы он ни находился, в каком уголке мира он бы ни находился, вы будете разговаривать бесплатно. То же самое касаемо SMS. Пишите друг другу SMS, это совершенно бесплатно, сколько угодно, без ограничений. И почему эта программа называется SoftSIM? Дело в том, что эта программа, она еще может самостоятельно совершать звонки. То есть если, с другой стороны, абонент, которому вы звоните, не имеет такой программы, то вы сможете позвонить с помощью данной программы этому абоненту на городской или мобильный телефон. И при этом тарифы будут еще дешевле, чем просто на международную связь. Ну, например, позвонить, допустим, с России с помощью вот такой программы на городской номер Германии будет стоить 4 цента минуты разговора. И, наконец, третья составляющая данной программы – это локальная связь. Сим-карта локальной связи. Что же это такое? Это карта, которая поддерживается вашим местным оператором в вашей стране. Какая-то? Вот сейчас в России мы заручились поддержкой компании Beeline. То есть мы присылаем локальную карту компании Beeline, которая помогает вам общаться, то есть выгодно общаться уже на локальном уровне. То есть внутри вашей страны. Внутри вашей страны. Понятное дело, что международная сим-карта, она неконкурентно способна внутри вашего города, допустим, если вы звоните там родственникам, знакомым. Она выгодна для международной связи. А для локальной связи выгодна сим-карта локальная по тарифам. И благодаря вот этому сочетанию, когда вы можете вставить в телефон ту карточку, которая вам наиболее выгодна, если вы говорите больше, скажем, у себя в стране, да, и не звоните куда-то по международным тарифам в другие страны, то, конечно же, вы вставляете локальную карточку и разговариваете. Если вы куда-то выезжаете или собираетесь куда-то звонить за границу, то, конечно же, выгодна сим-карта с международной связью. Но это еще не все. Буквально через очень короткий промежуток времени выйдет карточка, которая будет в себе, сим-карта, которая будет в себе объединять сразу два номера. То есть карту международной связи и карту локальной связи. И вот этой карте просто не будет аналогов. И те люди, которые сейчас имеют пакет GEN Community, бесплатно смогут получить эту карту. Теперь, друзья, что очень важно. Это то, что вот этот пакет GEN Community, он не только, скажем, изобилует преимущественно. Он еще позволяет не только экономить, но и зарабатывать. Итак, как же мы можем зарабатывать с помощью пакета GEN Community? Первое. Это, естественно, комиссионный отход. От покупки данных пакетов, пакетов GEN Community, вы получаете комиссионные, которые со временем могут превратиться в десятки, даже сотни тысяч долларов. Если вам интересуют конкретно уже цифры, пожалуйста, обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил на данную конференцию. Он вам ответит на все ваши вопросы. Далее. На этом не заканчивается преимущество. Вы еще зарабатываете определенный процент от разговора ваших людей, вашей абонентской сети. Что это значит? Выстроив абонентскую сеть, вы получаете процент от трафика. Они говорят, и компания 30% от того, что они наговорили, отдает в структуру, и вы по бинарному маркетингу получаете данные денежки. И это просто великолепно. Почему? Потому что впервые вам предложено быть, так сказать, ну, скажем, как соакционером сотовой связи. То есть вы единожды выстраиваете абонентскую группу, и далее всю жизнь, в зависимости от того, сколько они там разговаривают, они будут, естественно, еще к этому пакету подключать своих всех родственников и знакомых. Вот эта вот многотысячная аудитория абонентской группы будет приносить вам постоянно определенный доход, потому что они просто разговаривают, и 30% от трафика направляется в структуру. Но и это еще не все. Это еще не все. Почему? Потому что до 10 центов за каждый входящий звонок. Это вообще беспрецедентная акция. За каждый входящий звонок, неважно, куда вам звонят, на софт-сим, на локальную сим-карту, на международную сим-карту, каждый раз на ваш внутренний счет поступают до 10 центов за каждый входящий звонок, который вы можете, естественно, превратить в еще дополнительные бесплатные минуты разговора или просто вывести, так сказать, на лицевой счет и обналичить. Чем это интересно? А тем, что каждый входящий звонок окупает, практически окупает, там, полторы или две, три минуты разговора исходящего звонка. Поэтому эта система дает вам возможность разговаривать практически бесплатно. Это, пожалуй, все, если очень коротко про пакет Жен-комьюнити. И сейчас я выключаю слайды для того, чтобы смотреть на те вопросы, которые вы мне задаете, и постараюсь на все отвечать. Это не запись, это оживой брифинг. Итак, удалил ранее закачанное, перезагрузил телефон. Внутри сетевой маршрут недоступен с вашими настройками, не пойму, в чем дело. Кто подскажет? Анатолий, ну, я так понял, что вы сейчас задаете мне вопрос о приложении, то есть вы установили приложение и что-то там не работает. Ну, самый первый, знаете, ответ – это 7 бед, 1 ответ. Колл-центр. Сейчас модератор в чат напишет координаты колл-центра, туда можно звонить, туда можно писать, туда можно позвонить по скайпу, это будет совершенно бесплатно, и с ними переговорить. Или написать по скайпу. Постучитесь, они вам все это дело расскажут. Ну, а если говорить от меня, то, скорее всего, Анатолий, вам нужно просто для активации программы вставить международную карточку в свой телефон. Такое бывает, когда международная карточка не стоит. Ну, если уже у вас международная карта стоит, тогда, конечно же, обязательно позвоните в колл-центр, вам должны все это объяснить. Колл-центр работает каждый день без выходных в рабочее время. Когда начнут высылать локальные карты? Локальные карты уже высылают, просто их высылают крайне медленно. Почему? Потому что у нас огромное количество заказов, и компания Билайн просто не успевает нам печатать эти карты. Поэтому, друзья, наберитесь терпения. Я думаю, что однозначно все локальные карты будут разосланы до конца этого месяца. Поэтому у всех вас будут локальные карты. Я имею в виду, конечно же, россиян. Потому что сейчас россияне получают локальные карты Билайна. На втором этапе мы запускаем Украину. И в Украине тоже начнут рассылаться локальные карты. Но это уже второй этап. Ну и дальше будем подключать страна за страной. Так, Валентин пишет, что вот заказал в апреле, сделал заказ, в июне пришла международная карта, а локальной до сих пор нет. Но я объяснил, почему локальной нет. Это не от компании Джанетов зависит, не от компании Трансадтелеком. Это зависит сейчас от компании Билайн. Они сейчас наращивают обороты в этом плане, и в ближайшее время все получат локальную карту. А те, кто ее не получит, скорее всего, уже пришлется универсальная карта, с двумя внутри локальным международным номером. Кстати, друзья, тоже заранее хочу, скажем, предугадать вопрос и ответить на него. Мне очень часто пишут, что вот что делать, если у меня локальная карта, я попробовал, а у меня тариф на локальной карте получается чуть дороже, чем какой-то внутренний мой тариф, который мне предлагает местный оператор. Друзья, ничего в этом страшного нет. Естественно, какие-то тарифы у операторов дешевле, какие-то дороже, плюс-минус. И у нашей карты есть на этот счет железные аргументы. Это первый момент. Ни одна более выгодная карта не позволит вам заработать на свою квартиру. И второй момент – это то, что сейчас на те карты, которые вы получите новые, обновленные, в которых будет и международный, и локальный номер, они будут обладать так называемым зонированием. Что это значит? Что вся территория разобьется на зоны, и в каждой зоне будет более выгодный тариф. То есть она сможет конкурировать с какими-то локальными тарифами локальных операторов. Почему нельзя надавить на билайн? Ведь деньги на карты оплачены. Дело в том, что, во-первых, давить на билайн, я не знаю, насколько это уместно. А почему? Потому что подписаны, скажем так, долгосрочные договоры, и это вполне нормально, что когда идет, скажем, очень большой поток заказов, вначале производитель не справляется, потом он начинает увеличивать мощности, и далее все будет нормально. У нас был выбор, первое, либо локальные карты отодвинуть на годик или на полгода, их выпуск, и когда уже выпустится нормальное количество, начать рассылать. Но мы предпочитаем делать по-другому, так как люди проплатили, и по мере возможности мы сразу рассылаем для того, чтобы быстрее покрыть этот дефицит. Так, скажите, если я активировал международную симку на свой кабинет, отдал ее другому лицу, не партнеру в поездку за границу, как он будет пополнять счет, через мой офис или самостоятельно через магазин. Он может это делать самостоятельно через магазин. Единственное, что, смотрите, вы можете зарегистрировать этого человека просто как партнера компании. То есть даже не партнера, извините, а как клиента компании. То есть вы регистрируете его в бинарном маркетинге, только при регистрации указываете, что он клиент. И дальше он под своим логином, паролем каждый раз будет покупать пополнение счета в интернет-магазине компании, не завися от вас, какой нужен телефон или смартфон, на сколько симок. Смотрите, любовь, на самом деле телефон для международной, для локальной карты нужен совершенно любой телефон, GSM-телефон. Вы вставляете и вы пользуетесь. Но для того, чтобы получить все преимущества той системы, которая сейчас есть, конечно же, нужен телефон, на который вы сможете установить апплет. А для этого нужен телефон с системой Android. Сколько симок? Но в идеале, конечно же, две симки. Это просто идеально. Почему? Потому что, во-первых, это удобно, а во-вторых, на первых этапах вы можете использовать, допустим, локальную симку и международную симку вместе на одном телефоне. И это великолепно. А если вы в дальнейшем, допустим, получите уже универсальную карту, где будет и локальная, и международная карта в одной сим-карте, здравствуйте, у меня нет звука, что делать? Но проверьте громкость. Ползунок возле динамика должен быть вправо на максимум. Да, кстати, тоже момент какой, пожалуйста, вы можете просто добавить себе скайп-колл-центра на всякий случай, и если что, сразу туда писать, не дожидаясь, скажем, моего брифинга в следующий четверг. Мини-синка GN на планшет подходит. Ну, я не знаю, какой у вас в планшете разъем для сим-карты, но сим-карта у нас там универсальная, то есть там можно ее выломать, она будет большой, либо еще там определенным образом выломать, и сразу мини-синка получается, и можно вставлять в телефон, где мини-синка. Если у вас телефон Android, то скачать апплик туда можно. А интернет есть на международной симке? Да, он есть, но опять же, друзья, интернет на международной симке по международным тарифам. Он дешевле, чем предлагает ваш оператор, если вы, допустим, поедете в Турцию, в Египет или в Грецию, еще куда-нибудь. Да, он дешевле, но он дороже, чем на локальном рынке на локальной симке. Поэтому на международной симке есть интернет, вы можете посмотреть по тарифам и посмотреть, насколько вам выгоден этот тариф. Так, начисляются ли сейчас деньги за входящие? Нет, еще, Влад, не начисляются. Почему? Потому что, по сути, работа над апплетом еще не закончена, а деньги за входящие будет начислять сам апплет, то есть программа. Потому что программе нужно следить, будет за вашими входящими звонками. Если говорить, когда это сделается, я думаю, что в течение месяца уже основная часть программы будет закончена, и мы будем уже разрабатывать начисление денег. Я думаю, что осенью уже начисляться деньги будут за входящие. Вот есть предложение убрать из магазина «Продукт Джинн Комьюнити», пока не будет возможности высылать локальные карты. Я, на самом деле, не поддерживаю это предложение. Почему? Потому что локальные карты сейчас высылаются только в России, а в Украине, в Казахстане, Беларуси и так далее присылаются и по всему миру. Присылаются международные карты. И даже если нет, скажем, сейчас локальной карты, я с удовольствием использую сейчас международную карту. У меня двухсимочный телефон, у меня на одной карте стоит мой старый телефон, которым я пользовался уже 10 лет, а другой – международная карта Джинн Комьюнити. Я очень доволен и реально сэкономил за последние две недели, наверное, долларов 300 на международных звонков. Да, Апплит можно будет устанавливать на все телефоны iPod. Я думаю, что для телефонов Apple мы выпустим приложение, ну, наверное, ближе к Новому году. Можно с вами по Скайпу связаться, напишите, пожалуйста, если можно. Влад, не обижайтесь, наверное, нельзя, потому что вот реально очень-очень много работы, и у меня вот в Скайпе стоит в очереди 180 человек, которые тоже хотят ко мне постучаться, и, в общем-то, каждый обещает на ней не докучать, но даже если каждый человек по одному вопросу один раз в год будет задавать, то меня будут дергать каждый день. Поэтому, пожалуйста, все свои вопросы вы сможете написать в колл-центр, если там что-то будет нерешаемо, конечно же, они со мной свяжутся. Все-таки нужно ли активировать региональные Санкт-Петербургские симки или подождать? Ну, Валентина, вот я для всех рассказываю, имеет в виду, что те локальные симки, которые рассылаются по всей России, там, по-моему, 2.90, 2.90 копеек по всей России звонок исходящий, и симка определяется как Санкт-Петербургская симка. Вот, в общем-то, ее активируйте без проблем, и ничего в этом страшного нет. Тем более, что новые симки, которые придут, как следующее поколение за этими, которые будут содержать по 2 номера, помните, международный и локальный, они сделаны таким образом, чтобы можно было привязать ваш старый номер на вот эти вот новые симки. Поэтому вот этот билайнерский номер, локальная карта, он никуда не пропадет, он перекочует на новые сим-карты. Валентина пишет звук, на время пропал, пожалуйста, повторите про бинар и клиентов. Вообще, вопрос по клиентам, какая для меня выгода от них. Ну, очень просто, когда у вас есть пакет Gen Community, вы получаете по бинару баллы, которые превращаются в деньги, со своей структуры, которые тоже покупают Gen Community. Второй момент, это вы получаете постоянно от трафика, от их разговоров, от их затрат на разговоры, вы получаете этот процент, и третий момент, вы получаете до 10 центов, ну, будете, скажем, получать, когда мы сейчас доделаем апплит, это уже совсем чуть-чуть времени осталось, до 10 центов за каждый входящий звонок. Звонки в колл-центр бесплатно, там есть и платный телефон, и бесплатный телефон. То есть, если, я просто не знаю, где вы находитесь, но я могу вам точно сказать, что независимо от того, где вы находитесь, вы можете воспользоваться скайпом и, естественно, бесплатно с ними пообщаться. Что делать в это время до Нового года? Использовать симку как игрушку? Это Евгений спрашивает, у которого, я так понял, что iPod, телефон. Дело в том, что вы можете не использовать симку как игрушку, а использовать симку как сим-карту, как используете сейчас свою сим-карту. То есть, у вас пришла международная карта, без проблем вставляете свой iPod и ей пользуетесь. Если я не пользуюсь и не активирую симку к локальному и местному значению, когда все начнет работать в полную силу, только тогда я это сделаю. Но на самом деле это неправильно, активировать нужно. Почему? Потому что если вы не активируете, у вас просто удалят номер, вы не сможете никогда по ним разговаривать, просто можете выкинуть. Поэтому, если вы получили локальную сим-карту и международную карту, желательно каждую из них вставить телефон, подождать 5 минут, это и будет активация. Так, телефон пока простой, там локальная симка, планшет с мини только, но Beeline на мини не подходит, я только Applet могу скачать. Для того, что у вас сейчас Applet не запустится на вашем планшете, пока там не будет международной карты. То есть, Applet работает сейчас с международной картой совместно, и сам звонок с Applet это не Beeline обеспечивает. Звонок с Applet обеспечивает совершенно другая компания. Это обеспечивает компания Smart Telecom, но к Beeline не имеет отношения прямого, только договорные. А звонок по локальной карте это звонок Beeline карты. Что значит до 10 центов? Это может быть и 1, и 2 цента, Алла спрашивает. До 10 центов это означает, что может быть меньше, действительно. То есть, как эти 10 центов, откуда они берутся? Это не просто так вот 10 центов всем подряд, а это просто берется сумма того, что компания получила по трафику за прошлый день, и вот сколько заработало на трафике за прошлый день, и берет оттуда 5% и делит на все входящие звонки, которые вы получили в течение дня, на следующий день. Вот и получается, что эта цифра, естественно, будет плавающая. Почему говорят 10 центов за каждый звонок? А на самом деле за один звонок хоть 100 раз звони с одного номера. Вот смотрите, Влад, на самом деле, для того, чтобы вы 100 раз не звонили с одного номера, поэтому им вводятся ограничения 10 центов за каждый входящий звонок, но с одного номера. То есть, допустим, если вам 100 раз позвонят или вы сами себе 100 раз позвоните, то это не значит, что вы заработаете быстренько 10 долларов на компанию, потому что мы, скажем, не делали это для того, чтобы просто раздавать тупо деньги. Поэтому 10 центов за каждый входящий звонок – это рекламная акция, хотя она и бессрочная, то есть она будет на постоянной основе. Но, опять же, для того, чтобы люди все имели равные права, и никто не мудрил в плане того, что я с другого телефона 10 раз себя наберу по секунде, то у меня там тарифицироваться не будет, а с компанией буду снимать по 10 долларов в день. Но чтобы такого не было, то, естественно, учитывается только каждый номер по отдельности. То есть, по сути, вам 10 номеров позвонит, вы 10 раз по 10 центов получите. А если вам один номер 100 раз позвонит, вы все равно 10 центов получите, а не 10 долларов. Вера спрашивает, значит, могу международные активировать и все? Да, вы можете просто активировать и все. То есть для активации достаточно просто вставить в телефон и 5 минут подождать. Так, если мы активируем десяток полученных карт, то каким образом их можно будет продать, ведь не будет товарного вида? Но вы активируете так, чтобы товарный вид был. Ничего страшного, то есть вы, если аккуратненько вытащите из корпуса саму сим-карту, активируете. Ничего страшного в этом нет. Я думаю, что люди понимают. Просто ставить симку и ждать, а потом вытащить, она будет считаться активированной? Да, вот именно так просто. Разве локальную симку тоже обязательно сразу активировать? Вроде говорили только о международных картах. Нет, мы говорили и о локальных тоже. Единственное, что локальные карты, друзья, тоже очень важно, потому что некоторые люди имеют несколько локальных карт, ввиду того, что они в матрицах активно участвовали, куча реинвестов. Естественно, их все активировать не надо. Локальные карты, они активируются путем подачи еще и документов. То есть вы не только вставляете в свой телефон, вам нужно еще заполнить в бэк-офисе соответствующие документы и отослать по адресу, который там указан. Почему? Потому что по российскому законодательству не может быть там карты инкогнито, они должны принадлежать какому-то человеку. Поэтому вы отсылаете, и ваша карта считается активированной, пользуйтесь на здоровье. Те карты, которые у вас лежат по 12 штук, естественно, если вы ими не будете пользоваться, то пока не активируйте, появляется какой-то партнер, вы можете, пока заказ еще не пришел, он с Москвы быстренько дать ему эту карту. Он активирует, все сделает, а вы уже получите его карту себе, скажем, в запас. В тарифных планах «Дисконт и Россия» Украины нет в списках стран, поддерживающих планы. Будут ли похожие тарифы для Украины? Да, все будет. Для Украины тоже будет достаточно выгодный тариф, но со временем, друзья, не все сразу. Потому что вы посмотрите, пожалуйста, на историю ваших операторов сотовой связи у вас в стране. У них история не меньше 10, минимум 10-15 лет развития, и они сейчас имеют то, что имеют. А мы буквально фактически развиваем эту систему меньше года, полгода, и вы уже хотите, чтобы все покрытия были, супертарифы и так далее. Мы над этим работаем, и мы, когда встречаемся на переговорах с различными операторами и так далее, они просто удивляются, насколько быстро мы растем. И поверьте мне, мы просто можем попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый быстро развивающийся оператор сотовой связи. Как принять проплату на телефон? Я оплатила через офис картой виза, а на телефон деньги не упали. Нет, они не упадут вам на телефон. К вам на e-mail должен был прислаться код пополнения. И дальше вы просто этот код вводите у себя в телефоне и таким образом пополняете. Если же вы зайдете в почту и там не увидите этого кода, посмотрите в папочке «Спам». Иногда попадает, иногда ваш ящик определяет туда некоторые письма по ошибке. Посмотрите. Если же там нет, можно зайти и авторизоваться прямо в магазине компании «Джинетверк», и там тоже этот код будет. Влад пишет, почему написано 15 долларов, дает 300 минут бесплатных разговоров, например, в Америке, а по тарифу за звонок 45 центов, это хватит на 30 минут. Там не написано 300 минут, там написано до 300 минут. То есть по некоторым тарифам до 300 минут вы можете разговаривать за 15 долларов. Поэтому, друзья, смотрите внимательно. И в зависимости от того, естественно, в какой вы стране находитесь, тарифы могут быть разные. Евгений, я правильно понял, что лишние симки можно отдать, зарегистрировав в бинаре человека как клиента, без покупки им продукта? Конечно, можно, да. И он будет с удовольствием этим пользоваться. Единственное, что пополнение счета покупать через наш интернет-магазин и получать коды пополнения себе на e-mail, вводить и пользоваться. Какой срок дается на активацию международной карты, чтобы не пролететь? Два месяца. Мы живем в Свердловской области, локальной картой пришли, привязанные в Санкт-Петербург. Ну, что делать? Друзья, они не привязаны прям вот к какой-то веревке или еще чем-то. Нет, друзья, они определяются как санкт-петербургские, но ими можно свободно пользоваться в любом городе России. А разве номер купленной сим-карты не привязан к конкретному бэк-офису? Как будет пользоваться этой картой другой человек после продажи карты? Так, а как человек будет пополнять? Ну, как человек будет пополнять, я уже рассказал. Второй момент – это то, что конкретный номер не привязан к конкретному бэк-офису. Это не привязан. Вот с момента, смотрите, друзья, как вот многие спрашивают, вот у меня 10 карт, на каждую карту будет входящий до 10 центов приходить, а если эти карты раздам, то как это все будет контролироваться и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, все очень просто. Когда наш апплет будет доделан, и мы объявим о том, что все, вот с завтрашнего дня начинается начисление до 10 центов. Вам нужно будет просто зайти в свой бэк-офис и в бэк-офисе зарегистрировать те номера, которые принадлежат вам. Вот и все. То есть ввести свои телефонные номера, и таким образом осуществится привязка. Теперь, вот Влад пишет, что означает 1000 минут бесплатных разговоров. Посмотрите, Влад, зайдите, пожалуйста, в магазин shop.gnetwork.biz в раздел GEN Community, и там посмотрите описание товара GEN Community. 1000 минут – это суммарная сумма тех минут, которые у вас получаются по данному пакету GEN Community. Что это такое? Первое. Туда входят неограниченное время разговоров между абонентами при использовании апплета. До 500 минут в пределах Европейского Союза, если вы находитесь там. До 500 минут внутри сетевых звонков GEN Community. И до 300 минут исходящих звонков в другие страны. Это если вы используете звонки с использованием soft-sip. Если вы используете международную карту, то туда входят до 200 минут в пределах Европейского Союза, если вы там, и 60 минут внутри сетевых звонков GEN Community. Это международная сим-карта. И, наконец, локальная сим-карта 100 минут внутри сетевых звонков с использованием сим для местной связи. Вот таким образом мы и считаем, что если мы просуммируем все это дело, то получим 1000 минут бесплатных разговоров. Глаз спрашивает, а сейчас не надо привязывать? Нет, пока не нужно привязывать. 15 говорили, будет промоушен или уже прошло? Вера, я вот честно не пойму, о чем вы говорите. Промоушены различные мы объявляем. Каждый понедельник вы об этом слышите. Поэтому о каком конкретно промоушене идет речь, я пока не понимаю. Смотрите, на самом деле, Евгений, я правильно понял, что для Украины до Нового года использование сим невозможно? Евгений, меня тоже зовут Евгений. Очень приятно. Я живу в Украине и активно использую. Я не знаю, что значит невозможно. Я активно использую международную карту для международных звонков. Использую себе и великолепно себя чувствую. Друзья, я вам скажу вот что. Смотрите, уникальность продукта, она идет в составляющих. Первая составляющая – это то, что действительно доступны дешевые международные разговоры. Это первый момент. Второй момент – это апплет, который мы уже практически доделали. Он уже работает. С помощью него уже можно звонить. Уже. Но еще не доделаны до конца начисления до 10 центов. И еще мы, скажем, в процессе работы в плане подписания договоров со многими странами. Но это не за горами. Это в ближайшее время уже будет. И у нас будут уникальные, просто уникальные, не имеющие аналогов в мире, карты с двумя номерами сразу. То есть что это означает для вас? Это то, что если вы у себя в стране звоните, вы звоните по местным тарифам, причем выгодным тарифам, которые конкурируют со всеми местными операторами. Если же вы звоните по международной связи, включается международный звонок. Если вы выехали за границу, то там вы разговариваете по международной карте. Это просто беспрецедентная система, которая просто обеспечит нам огромные товарообороты. И чем дальше, тем больше людей этим начинают пользоваться. Просто возьмите и разберитесь. Второй момент – это то, что эти пакеты дают возможность действительно зарабатывать. Я не говорю о такой мелочи, как 10 центов. Я говорю о том, что с помощью этой программы можно построить огромный бизнес и получать огромные деньги за продажу пакетов по бинару с неограниченной глубины и за продажу разговоров, то есть за трафик с неограниченной глубины, который может обеспечить огромные, просто огромнейшие чеки. Поэтому сам продукт, он достаточно уникален, просто разберитесь во всех подробностях, внимательно прочитайте описание GM Community на сайте компании, в описании продукта в магазине компании и многое станет понятно. Если нет начислений, то людям удобнее общаться по скайпу. Если нет начислений, то людям удобнее общаться. Ну, кому удобнее, кому неудобнее. Я, допустим, я вам скажу так, что у меня на телефоне установлен и скайп, и приложение. Но наше приложение, ему достаточно GPS-связи, то есть это очень медленного интернета. Скайпу недостаточно. Он невероятно тормозит и очень сильно глючит. Поэтому я не скажу так, что прям скайп совсем плохой. Нет, это хорошая программа, им можно пользоваться, но Апплит, скажем так, наш не хуже. И многие функции в Апплите гораздо проще реализованы и проще для понимания. И он менее глючный, и с помощью него можно звонить в другие страны, тоже дешево. При этом он использует тот же счет, что и на международной карте. Это тоже очень удобно. То есть вы пополнили международную карту, и ваше приложение, оно использует этот же счет для того, чтобы звонить на городские и международные мобильные телефоны. Так, мы казахстанцы. Без программного обеспечения, без Апплита, без Андроида. Мы можем звонить за границу? Да, вы можете звонить за границу без проблем. Можете использовать вот эту вот карту для звонков за границей. Она для этого и создана. Начисления не будут. Смотрите, если вы не используете вот это вот приложение Апплит, то у вас начисления будут за продажу пакетов и начисления будут за трафик. Просто не будет начисления за каждый входящий. Апплит до нового года установить на iPod невозможно. Может быть и возможно. То есть я примерно говорю, может быть и раньше мы успеем сделать для iPod приложение. Естественно, iPod очень важен для нас как рынок, потому что очень много людей им пользуется. И мы это тоже реализуем в ближайшее время. Два месяца на активацию с момента получения. С какой даты? С момента получения. Скажите, пожалуйста, о порядке и времени для Андроида, Apple и так далее. Ну, я сказал о том, что приложение для Андроид мы планируем закончить осенью. А вот для Apple до Нового года мы планируем тоже запустить уже приложение. Для Windows, наверное, уже после Нового года. Потому что Windows, ну, скажем так, достаточно мало телефонов на Windows сейчас. По сравнению с Android и Apple. Сегодня пробовали за переговоры с Узбекистаном. Поговорили там 4 доллара. Ну, я не понял, что это за вопрос. Тарифы можете тоже посмотреть на shop.genetic.biz. И там посмотреть тарифы на разговоры с Узбекистаном. Очень часто есть не только тариф в рамках, ну, скажем, просто один тариф на какую-то страну. Дело в том, что в стране очень часто присутствуют различные еще операторы, которые берут определенные деньги за принятие им входящего звонка. Поэтому там иногда, да, в том же, там, внутри Узбекистана есть еще несколько тарифов, смотря на какой вы городской или мобильный звоните. Вот, посмотрите, что и как. Если же вам интересно понять, что, сколько, куда вы позвонили, как проговорили, конечно же, воспользуйтесь бэк-офисом GN-комьюнити. Сейчас модератор вам напишет эту ссылочку. И вы сможете, кликнув по этой ссылочке, попасть в свой бэк-офис GN-комьюнити, где будет полностью расшифровка всего того, что вы там наговорили. Для этого нужно ввести там логин и пароль. Логин – это ваш телефон, номер телефона. Пароль – это ПАК-2, то есть это код, который написан у вас на карточке. Так, доход, завходящий из любых номеров, любых операторов. Да, именно так. Без международной симки апплет работает. Можно с апплета звонить без карты? Нет, пока нельзя, но в ближайшее время будет. То есть пока апплет бета-версии, он пока работает совместно с международной картой. Но вот сейчас то, что мы делаем, вот чем мы сейчас занимаемся, мы конкретно сейчас программисты, дорабатывают апплет, чтобы этот апплет не зависел от международной карты. Вот он был отдельно. И этот апплет смогли установить все ваши друзья и знакомые. Не обязательно им участвовать в дженетике, конечно, желательно, но не обязательно. И они смогут уже с помощью апплета с вами разговаривать совершенно бесплатно. Ну что ж, хорошо, друзья, мне очень приятно, что на самом деле ваши вопросики закончились. Вопросики закончились, это приятно, что, в принципе, на основные вопросы я ответил. Прошу прощения сразу, если вдруг чей-то вопрос пропустил. Извините, не все, наверное, мог какой-то упустить. С нашего апплета на телефон, который находится в зоне Wi-Fi, бесплатно на любого оператора. Друзья, с вашего телефона, который находится в зоне Wi-Fi, на другой телефон, где установлено данное приложение и подключен интернет, бесплатно. Не важно, какой там оператор, где он находится, в какой стране мира и так далее. Когда заработает сайт gmcommunity.com. Сейчас над этим мы активно, очень активно работаем. Спасибо за это. Хорошо, вам спасибо большое за вопросы. Друзья, еще раз, очень важно, разберитесь, пожалуйста, с этим продуктом, потому что, когда вы поймете все, абсолютно все преимущества данного продукта, то вы просто не избежите участия стать очень богатым человеком, потому что на этом продукте можно действительно зарабатывать огромные деньги, потому что этот продукт, который позволяет людям экономить то, что ты сэкономил, ты заработал. И очень важно, друзья, очень важно, друзья, понимать то, что в ближайшее время, когда мы закончим этот апплет, это будет уникальный инструмент построения многотысячной вашей структуры, которая будет вам приносить просто миллионные доходы. Как это будет сделано? Дело в том, что вы разошлете этот апплет по всем своим социальным сетям, по всем своим контактам, попросите людей, ваших знакомых, установить для того, чтобы с ними общаться бесплатно. И они с удовольствием установят это приложение и будут между собой тоже общаться бесплатно. Потом, через время, они начнут пополнять счет, потому что, если им нужно будет совершать международные звонки, то они смогут это делать с помощью апплета, минуя международную сим-карту. Они свободно пополнят счет, вы опять будете зарабатывать на пополнение счета. Далее, следующим этапом будет их включение в бизнес. Каким образом? Они увидят, что им приложение за каждый входящий начисляет до 10 центов, и при этом они не могут этими центами воспользоваться, этими деньгами воспользоваться. И они придут к вам и спросят, что это такое, каким образом я смогу воспользоваться этими деньгами. И вы им расскажете, что такое GEN Community, что такое международная компания G-Network, что такое программа G-Finance и так далее и тому подобное. И эти люди включаются. Даже если из этой многотысячной структуры абонентов включится всего там 10%, этого будет уже достаточно, чтобы вы заработали не то, что на квартиру, а на великолепный огромный дом где-нибудь, я не знаю, на берегу Испании, Греции или еще где-то, где вы мечтаете. В общем-то, этот продукт позволит вам жить той жизнью, о которой вы мечтали. Все, спасибо большое, друзья. Всего вам самого наилучшего. Жду вас на следующей неделе, в этот же день, на своем брифинге.